Доброго времени всем суток, ребята! Сегодня у нас четверг, хотелось с самого утра приехать в замечательный садовый центр Сакура, показать вам его. Сейчас 10 утра, свежий воздух, хочется насладиться таким прекрасным озеленением, как в этом садовом центре. Мне кажется, здесь можно гулять каждый день, просто как по ботаническому саду. Вот у нас уже здесь и рыбки, а вон черепашка поплыла. Очень мне нравится здесь гулять. Сейчас я вам покажу территорию, буду комбинировать, покажу вам и цены. Здесь куда интереснее цены, чем в других садовых центрах. Посмотрите, какая красота. Какие огромные здесь рыбы плавают. Сейчас пойду на мостик, покажу вам с другой стороны ракурс. Что и стоило доказать, цены здесь, конечно, намного интереснее. И практически за год они не подымались. Вот здесь такой островок красивый. Черепашка опять уплыла. Замечательная территория. Здесь много нового ассортимента, который на данный момент в продаже. Сейчас вам постепенно его покажу. Выйду только с островка. Вот, в принципе, одна площадка. Вот вторая площадка. Чуть дальше, вон сверху еще третья площадка. Так, сосна Кисен. Я здесь ее тоже весной покупал. 480 гривен. Рядом еще одна интересная сосна. Радиата 750 гривен. Вот еще одна сосна Шверина 750 гривен. А здесь у нас продаются рододендроны. Вот даже один цветет. Стоимость 1200 гривен. Хочу вам еще показать один уголок. Самый красивый, который мне нравится. Он очень уютный. Этого садового центра, скажем так, этой огромной территории. Здесь есть небольшой пруд. Топиарные можжевельники. Кстати, вот здесь открыли кафе. Я не видел в том году. Вот есть также еще один столик. Беседка красивая. Качель. А вот еще одну часть. Здесь я не был в том году. Она была закрыта. Тут также открыли. Тоже все идеально. Посмотрите, какая красота. Территория, стоящая восхищением. Возвращаемся к покупкам. Так, дальше у нас можжевельник Jet River. 420 гривен. Так, вот у нас еще одна сосна. Веркаде. 1200 гривен. Хорошие саженцы. Вот у нас можжевельники скальные. Это Blue Arrow. 420 гривен. Так, вот еще сосны. Это мопсы по 1200 гривен. Это у нас ель нано-сербская. 900 гривен. Еще одна сосна. Хампи 1200 гривен. Так, это у нас Туи. Даника Аурея. 250 гривен. Достаточно большие на такие деньги. Вот еще одна Туя. Это у нас Хосери. 250 гривен. Что еще. Вот есть Туя. Янтарь. В общем, все можжевельники и Туи по 250 гривен. Вот, посмотрите, полностью огромная территория. Тут и Blue Chip, и Blue Star. В других, в принципе, я не замечал таких цен. Вот еще одна Ель. Вилдзерт. Как-то так. 250 гривен. Не знаю название, извините. Коника. 250. Я ее брал здесь ровно год назад. Это у нас Gold Star. 250. Кипарисовик. 1200 гривен. Дальше еще одна сосна. 780 гривен. Вот у нас Туя Смарагд. Это уже побольше. Она где-то 1,80. 1400 гривен. Выше меня. Здесь уже такие экспонаты поинтереснее. И побольше. Вот у нас 7900. Дяки. Еще одна красивая плакучая сосна. Я ее уже показывал как-то в том году. Название, к сожалению, не знаю. А, это Пиндула. 16 сколько? 16800. В принципе, цена не поменялась. Вот еще голубые ели. Так. Цена у нас... 4600. Так. Вот у нас это, по-моему, глаукоглобоса. Если не ошибаюсь. Да, стоимость 6 850. Ну, не знаю. Дороговато. Вот огромный ряд барбарисов. В ассортименте огромное количество. Все они по 250 гривен. И вот еще один ряд гортензий. Все гортензии по 450. Вот есть один сорт 250 гривен. И еще один 350. Так. Дальше вот еще одна интересная туя. Сейчас посмотрим, кто это и в какую цену. Холмс труб как-то. 1200 гривен. Поправляйте меня в комментариях, пожалуйста, если я неправильно называю. Вот еще одна интересная ель. плакучая 17400. Но без названия. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста. Вот плакучая шелковица. 1250 гривен. Для такого саженца достаточно нормальная цена. А вон еще есть на штамбе большие сосны. Интересно, что это за... Сейчас подойду, покажу. Так. Так. Ага. Ну, внизу, конечно, не что-то подгулявшее, поджелтевшее. Как-то надо, наверное, прыскать. Какие красивые здесь композиции. Посмотрите. Территория действительно территория. достаточно много можно для себя подчеркнуть всяких идей и для своего сада. Вот. Наконец-то увидел розу. Что это за сорт? Мне кажется, это все-таки Августа Луиза. А это я зашел с другой стороны. Вот. Прямо там как раз беседка, в которую я заходил. я ее, получается, просто обошел с другой стороны. Вот такой красивый светильник. Здесь они абсолютно разные. Вот еще розы цветут. Я вам чуть позже покажу. Есть целый розарий здесь на склоне. Очень интересный достаточно. очень красивое сочетание, конечно, здесь и можжевельников, и туй. Разновидности хвойных здесь просто реально впечатляют. Как красиво топяренные можжевельники. Как красиво выстриженные туи. настоящему любителю хвойных растений, конечно, здесь бы было просто в радость работать. Когда идешь по этим тропинкам, действительно забываешь о том, что ты живешь в большом городе, ощущение того, что ты попадаешь просто куда-то загород, в какой-то ботанический сад, и ты просто отключаешься. Здесь есть красивая беседка. Сейчас я вам покажу. Мангальная зона. И вот такая красивая беседка. Ты просто садишься и наслаждаешься этой замечательной красотой. сейчас спущу вниз. Там тоже есть достаточно много интересных хвойников, интересных композиций. Здесь, как вы заметили, полностью вся территория в капельном поливе. То есть здесь практически нету автополива, а именно капельный полив. Такая небольшая площадка. это мы уже практически спускаемся к берегу. Чуть дальше есть склон и там как раз есть тот небольшой розари, который я вам хотел показать. Вот шахматная доска или так ее можно назвать. Это габионы здесь также присутствуют. здесь есть тоже небольшой прудик. Я видел здесь действительно огромная команда людей, которая ухаживает за этой территорией, потому что действительно здесь надо достаточно много людей. Такая красивая лесенка вниз декоративная с декоративного камня. Вот у нас уже я не знаю это речка вероятнее всего или канал возможно какой-то не знаю. Но вот здесь на вот этом склоне посмотрите здесь в этом садовом центре как раз и есть розарий. Розарий это также вы можете посмотреть он не замульчирован но тем не менее он полностью в капельном поливе. Просто я так понимаю да такую огромную территорию пополевать это просто наверное невозможно. Вот еще здесь есть такая красивая беседка можно сказать прямо на бережку. Я думал насчет цен возможно из-за того что здесь сами хвойные растения самостоятельно выращивают поэтому такая цена у них намного дешевле чем абсолютно других садовых центрах хочу подняться немного выше там есть ресторан и там тоже есть интересная зона с интересными арками а вот еще есть интересная пропинка вместе с вигелами с лежачими можжевельниками туйами ну вы в принципе сами видите насколько здесь действительно уникальная зона вот здесь еще одна площадка это ресторан возле ресторана также вот посмотрите интересная такая арка как с екатеринин ского кирпича красного здесь и гибискусы сейчас цветут красивые гортензии трубач трубит территория действительно великолепная вот арка влюбленных с таким сердцем красивым кто еще не видел и не был здесь обязательно приедьте в этот садовый церковь